Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работают Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. С нами на прямой связи популяризатор науки, кандидат физико-математических наук Андрей Коняев. Здравствуйте. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, задавайте свои вопросы, также пишите в WhatsApp 230-6191. Ну вот в период коронавируса тема чипирования стала очень актуальной. Сейчас, особенно в период разработки вакцины, есть много теорий о том, что с помощью этой вакцины чипы будут каким-то образом вживляться в людей. Теории заговора эти, как правило, быстро распространяются. Какое у вас мнение по этому поводу? Не, ну вы как думаете, какое у меня мнение? Ну вот как отделить в данном случае здравый смысл от конспирологии? Ну, универсального рецепта, к несчастью, нет. И я вам не скажу. Моё мнение, что в конечном итоге ты должен опираться на собственный здравый смысл, и это единственный вариант, который у тебя есть. Хочется сказать, что идея, что кто-то хочет чипировать всё население, она сама по себе довольно глупая. Это не очень понятно зачем. Какие это несёт выгоды? Вот. Кроме как, ну, я не знаю, просто так. Вот. И это первое, что приходит в голову. А второе, что, ну, как бы эти теории появились не вчера и даже не позавчера. Они год от года совершенно не меняются. Ну, если вот чисто гипотетически предположить, что чип как-то внедрится в нас, то что можно будет с помощью этого чипа делать? И можно ли будет что-то делать? Ну, смотрите. Во-первых, когда вы говорите чип, не очень понятно, что вы имеете в виду. Дело всё в том, что чипы, которые стоят в картах, например, NFC-чипы, это просто источник электромагнитного излучения. Например, можно уже видеть себе такой NFC-чип под кожу и оплачивать проезд в метро прикосновением руки. Ну, это ужасно. Может убить человека, в принципе. Но есть миллион вариантов убить человека проще, чем вводить и мучить. Почему, на ваш взгляд, теории заговоров, они так живучи? Как вы сказали, такая, ну, определенная цикличность, что ли, происходит, что они год от года приходят. Может быть, новые теории заговора, но так или иначе. Вот, на ваш взгляд, почему конспирологи, более того, они считают, что обладают каким-то сакральным знанием? Вот почему, на ваш взгляд, это настолько популярно и продолжает быть популярным? Штука в том, что конспирологи – это просто люди, у которых очень сильно разит рациональное мышление. И, глядя на то, что кругом происходит какой-то хаос, они склонны искать в этом хаосе порядок. И они просто очень старательно ищут порядок, его находят. Жизнь так устроена, что если очень долго всматриваться в хаотичные вещи, человек найдет там какие-то закономерности, которых там нет. Вообще, конспирологи, все они исходят из нескольких соображений, что, во-первых, все, что происходит, это не хаос, а только кажется. Вот, на самом деле, это все план. И что есть какой-то набор ограниченных людей, которые не просто выгодоприобретатели, а еще и управляют всей этой историей. Обе вещи, конечно, очень неплохие. Было бы круто, если бы все, что происходило, было управляемым процессом. Но, к несчастью, это не так. Но это можно назвать верой, то есть, когда не нужны доказательства, но есть убежденность в том, что все устроено именно так, как кажется. Нет, ну, как бы, что значит вера? Все убеждения в конечном итоге можно деконструировать до каких-то базовых основ. Ну, то есть, любой спор, любой разговор. Поэтому, верят ли конспирологи в какие-то вещи? Ну, да. Они верят в то, что мир устроен рационально. Что у каждого события есть рациональная причина, а у каждой причины есть выгодоприобретатель. Они исходят из очень простых соображений. И с этими простыми вещами они пытаются подходить к довольно сложным событиям. Ну, вот, как бы, жизнь-то гораздо разнообразнее. Я вам в прошлый раз, по-моему, затирал про теорию хаоса. Ну, как бы, хаос так устроен, что, типа, нет там никакого выгода приобретателя, он сам по себе. Ну, вот, был недавно опубликован опрос, буквально сегодня, даже если я не ошибаюсь, Автонет опубликовал, который говорит о том, что почти половина россиян верят, что их автомобиль может защитить от влияния новой сети 5G. Вот, что вы можете сказать об опасности этой сети нового поколения? Ну, я чудовищно, короче, не готов к вашим вопросам, потому что я ничего не могу сказать. Сеть 5G еще нигде не развернута в мире. Она не является доступной. И более того, есть совсем страшная вещь, что сеть 5G – это примерно то же самое, что сеть 4G. Там только отличается оборудование на вышках, которое связано с… Там те же частоты, там более тонкие вещи, связанные с передачей данных. То есть это позволяет просто оптимизировать то, что уже есть, и больше передавать данных. То есть на самом деле сеть 5G – это как сеть 4G. Вот. И когда мы говорим, что могут защитить машины, ну, наверное, могут, я не знаю. Я говорю, ну, такой же примерно вопрос, защищает ли соль от вампиров. Ну, чеснок, чеснок, да? Ну, да, да, защищает. А от призраков защищает соль. Нужно посыпать периметр, и тогда призраки не могут войти. Я такое в сериале Supernatural видел. То есть там тоже вообще работает. Ну, шапочка из фольги же может снизить уровень электромагнитного излучения и воздействия его. Ну, несомненно. Опять же, в сериале Supernatural было прекрасно, что если у тебя есть полтергейст, то нужно найти останки человека, который стал полтергейстом их сжечь. Тогда полтергейст исчезнет. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Звоните, также пишите в WhatsApp 230-6191. Ну, вот от цифровизации образования еще хочу вас спросить, потому что это, наверное, тоже так или иначе относится к этим теориям заговора, которые распространяются. Есть те, кто активно выступает против этого, говоря о том, что то самое дистанционное обучение, на которое сейчас перешли школьники в период пандемии, оно несет какую-то угрозу интеллектуальным способностям, развитию, ведет к деградации и так далее. Там много всего. Вы что можете сказать по этому поводу и можете ли? Ну, вера в то, что 5G вызывает ковид, вот это вот ведет к деградации. Все остальное к деградации вроде не ведет. Что касается дистанционного образования, то мы в этой ситуации оказались исключительно в силу обстоятельств, и оказались к этому не готовы. Я, с одной стороны, вижу отличные вещи в дистанционном образовании. Мне очень понравилось принимать экзамены дистанционно. Это позволяет более внимательно относиться к людям. Дольше ты с ним разговариваешь, так просто двойку не поставишь. Есть какие-то минусы. Далеко не все люди способны работать дистанционно. То есть, когда ты ведешь семинар, не все в нем участвуют на 100%. Это проблема. Но она решается как будто появлением правильного технического оборудования. Есть еще важный нюанс. Дистанционное образование так устроено, что оно требует от человека большего желания учиться. Это особенно видно семинарам, что ты видишь, как некоторое количество людей старается, а все остальные забили болт. И поэтому, наверное, переход на дистанционное образование преждевременен, потому что мы окажемся в ситуации, когда кучи людей нет. Но такие стрессовые ситуации, как, например, пандемия, они провоцируют скачок технического прогресса? Потому что мы все в течение буквально нескольких недель перешли в онлайн, причем так поголовно, во всех странах мира практически. И многие отмечают, что такого бы очень долго не было, и это может каким-то образом повлиять на развитие технологий. Вот такие стрессовые ситуации нужны для того, чтобы техника двигалась дальше, как считаете? Ну, во-первых, никакого технического прогресса не произошло. Ну, все инструменты, которые были, они были у нас изначально. Прогресс, наоборот, произошел в головах, причем довольно резкий. Выяснилось, что многие вещи, которые мы решали длинными скучными встречами, решаются одним имейлом. Или вещи, которые можно было, как мы считали, решать только вживую, оказалось спокойно, решаются дистанционно. Какие-то вещи остались, которые не решаются, нанесут. Смысл в том, что мы пересмотрели свои практики, те, которыми мы руководствовались до пандемии. И это знание с нами останется. Типа, нужен ли стресс для технического прогресса? Ну, чикаго знаю. Я опять же говорю, что вот стресс произошел, пока никакого технического прогресса, кроме модных масок, я особенно не наблюдаю. Но ведь, если говорить вот об этом психологическом аспекте, когда произошла такая революция в головах, это ведь можно расценивать как такой следующий шаг, потому что для того, чтобы принять что-то новое. Вот если говорить с точки зрения психологии. Это все-таки не психология, это все-таки социология. Потому что мы говорим про устоявшиеся практики. Вот у нас есть какие-то правила ведения бизнеса. Например, до пандемии были какие? Что если ты уважаешь человека, ты едешь к нему навстречу. Созвон, это вот как бы едешь навстречу, созвон, написал имейл, это вообще типа не считается, ты просто не хочешь получить контракт. Оказалось, что это все наносное и совершенно искусственное, что это не обязательно так понимать. Это, конечно, не психология, это набор соглашений между людьми, то есть практика. Поэтому какой из этого может быть результат, я не берусь предсказать. Пока ничего вообще не понятно. У нас звонок радиослушатель на линии. Так, только что был, сорвался. Напомню еще раз, телефон прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Да, слушаю. Вы знаете, технический прогресс, он действительно идет вперед все, но мозги, мне кажется, человеческие, не меняются. Раньше люди от нечистой силы защищались, обвешивали на себя бусы, на спину, на грудь и тому подобное. Потом стали защищаться, к батарее приземляться, еще там кто-то. И вот еще одно меня удивляет. Когда-то людям приходили святые ангелы, еще кто-то. Сейчас, если людей послушаюсь, к ним приходят инопланетяне, кого-то похищают, кого-то еще там что-то. То есть прогресс какой-то есть, но вот мозги, наверное, остались те же. Спасибо. Да, спасибо вам. Очень хорошее замечание, на самом деле. Это есть такой экспериментальный факт, что раньше психические заболевания, которые были связаны с бредом, то есть когда человек производит некое количество бессмысленного, например, текста, раньше они были такие типа длинные, серьезные, и часто встречался какой-то там типа бред, связанный с манией величия, например. В последнее время наблюдается, что бред стал совсем такой несвязанный, больше напоминает ленту в Фейсбуке. Ну да, вот так и есть. Ну, Кирсан Ильмжинов, который был гостем нашей программы, он рассказывал о встрече с инопланетянами, я напомню, что это бывший президент Калмыкии и бывший президент Шахматной Федерации, ФИДЭ, и он говорил о том, что вот я эту информацию озвучу и меня больше слушают, потому что я занимал высокие должности, и, соответственно, это является правдой. Просто другим людям не верят. Слышали эту историю, кстати? Нет, нет, я не слушал. Ну, как бы, если человек встречался с инопланетянами, хорошо. Ну, я же это могу быть неправ. Он же, может, правда встречался с инопланетянами. А я вот с такой вот рационалистической позицией буду его разносить. Но единственное, что в его рассказе смущает, это то, что он апеллирует к авторитету. То есть он говорит, я более, типа, серьезный человек, поэтому мне больше нужно верить. Это очень плохая практика. Андрей, куда-то вы пропали. По всей видимости, вы закрыли, возможно, микрофон. И сейчас... Алло. Да, вот теперь вы снова с нами. Я говорю, верить людям в нас, это довольно... Особенно, когда они апеллируют к авторитету. Это довольно такая плохая история, потому что бывают и Нобелевские уряды, у которых начала, наверное, протекать крыша. Да, например, Лайус Полин, он свою Нобелевскую, а потом верил все в том, что все можно лечить витаминами, и в какой-то момент предлагал витаминами лечить рак. Он не он один плохой. Означает ли это, что витамины можно лечить рак? Нет, не означает, потому что ему должна быть какая-то проверка. Поэтому вера Александра Ленджуна в вопросах встречи с инопланетянами, в общем-то, вера, она такая же, как любому другому человеку. Ну, формула Дрейка, которую часто приводят в качестве аргумента, что мы не одни во Вселенной, можно подсчитать вероятность того, что есть еще разумные цивилизации. Кстати, новые исследования, там, правда, к ним достаточно критически относятся, ученых, о том, что 17 разумных цивилизаций, может быть, в нашей галактике, они там попытались это подсчитать. Вот насколько эти формулы, включая ту же формулу Дрейка, они вообще имеют научное обоснование, как вы считаете? Формула Дрейка – это очень простое упражнение на умножение вероятности. Что это означает? Что значит упражнение? Упражнение такое, я кидаю монетку, например, она с вероятностью, это одна вторая, выпадает либо орел, либо решка. Вот. Теперь, соответственно, если я хочу, чтобы выпало две решки, я должен два раза кинуть монетку. Вопрос, какая вероятность? Ну, вероятность умножается. Одна вторая, у нас на одна вторая, получается одна четвёртая. Действительно, это правильно, потому что у нас есть на самом деле четыре варианта. Орёл-орёл, решка-орёл, орёл-решка, решка-решка. Ну, нам нужно один. Вот. Формула Дрейка – это такая же формула, где считается, где просто есть несколько коэффициентов, которые между собой умножены. Каждый коэффициент оценивает вероятность какого-то аспекта, возможного в нашем направлении существования жизни. Проблема заключается в том, что формула Дрейка очень популярна, что она ничего на самом деле не выражает, ни один из этих аспектов мы полноценно оценить практически не в состоянии. Поэтому это довольно популярное упражнение. Ты берёшь, оцениваешь эти параметры, честно перемножаешь вероятности, и идёшь с ней, с классным результатом, что ты посчитал, что в нашей галактике должно быть миллиард цивилизаций, или сто, или одна. И, в общем-то, это хорошее, любопытное упражнение, но относиться к нему нужно именно так, как к упражнению в тщеславии. Неведко, ещё есть звонок у нас, да, примем звонок, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день, Александр. Добрый. Скажите, пожалуйста, вот насколько вы доверяете Всемирной организации здравоохранения? Почему я этот вопрос задаю? Вот вы, наверное, слышали интервью Ольги Шин. Она была членом этой организации. И она специалист, кстати, по электромагнитным излучениям вот в области, так сказать, 5G, миллиметровые волны. И она рассказывала, как они погубительно влияют на организм человека. И она говорила, что Всемирная организация здравоохранения это человек, который там работал. Она говорит, насквозь коррумпированная организация. Вот вы как доверяете или нет? Ну, тут странная история. Ну, как бы мы слушаем человека, который работал в насквозь коррумпированной организации и верим в то, что электромагнитное излучение убивает. Но, с другой стороны, он работал в насквозь коррумпированной организации. Поэтому, как бы, здесь есть какая-то логическая нестыковка. Всемирная организация здравоохранения это политическая организация. Вот. Довольно неоднозначная. И действия Всемирной организации здравоохранения нам еще предстоит разобрать в ходе пандемии, потому что вопросов к ним накопилось очень много. Начиная от их рекомендаций и заканчивая их действиями во время пандемии. Если кто-то где-то говорит, теперь второе, если кто-то где-то говорит, что микроволновое излучение или там излучение 5G как-то плохо воздействует, нужно внимательно посмотреть на конкретные заявления. Ну, например. Есть очень простая вещь. чем выше частота, тем быстрее гаснет энергия от излучения. Ну, то есть, типа, если я прям очень сильно быстро колеблющуюся электромагнитную волну беру, то от нее излучение гаснет в разы быстрее, чем от волны, которая колеблется медленнее. Именно поэтому, например, если вы вещаете на метровых волнах, сейчас уже так никто, кстати, не говорит, да, то вас далеко слышно, а дециметровые волны слышно сильно ближе, да, и дециметровые волны, но при этом дециметровые волны, из-за того, что они чаще колеблются, позволяют больше передавать информацию. Например, в мое время, когда я был юным, местный телек вещал, по-моему, на дециметровых волнах, да. Вот, соответственно, вот так жизнь устроена. Если вы говорите про очень сильную частоту, то она распространяется на очень короткие дистанции. Причем тут 5G и все остальное не очень понятно. Если действительно взять и положить живую рыбу или живого хомячка в микроволновую печь, ничего хорошего не произойдет. Там как раз микроволны. Но дистанционно это сделать будет очень сложно. Небольшой перерыв мы сейчас сделаем и потом вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем программу «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. У нас на прямой связи преподаватель МИХМАТа МГУ, кандидат физико-математических наук Андрей Коняев. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Я напомню, телефон на прямого эфира вы также можете нам звонить 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Задавайте вопросы в WhatsApp. Также номер телефона WhatsApp 2306191. Иногда и наш радиослушатель, да и в целом люди спрашивают о том, зачем финансировать фундаментальную науку. Этот вопрос довольно часто возникает. Что я конкретно получу от этого и какое прикладное значение в этом есть? В одном из своих видео, из своих роликов вы обозревали научные новости и отметили, что астрономические методы могут помочь в лечении рака. Вот каким... Такая была замечательная новость. Она была очень специфическая. Вообще, когда мы говорим про финансирование фундаментальной науки, очень сложно что-то тут говорить, потому что фундаментальная наука так устроена, что у нее нет задачи приносить конкретной пользы. Фундаментальная наука – это скорее фундамент. У фундамента здания нет никаких целей, кроме как обеспечивать фундамент. Все прикладные вещи, они растут все на фундаменте, и это тонкая вещь. Не понимая этого сложного процесса, желание получить немедленные результаты, это то, что на самом деле отравляет. Когда мы... Вот эта новость, про которую я сказал, она была скорее таким любопытным фактом. Там была история в том, что когда есть рак, лечат облучением, то есть есть радиотерапия. И мы хотим понять, как правильно назначать дозу. И для этого мы хотим понять, как устроено внутри распространение. Не, как мы знаем, что в воздухе волны распространяются, а мы хотим понять, как они распространяются, в какой-то среде, в данном случае, в человеческом организме. И принципы этого распространения, они как бы были предметом изучения, и оказалось, что они очень похожи совершенно для других вещей. Астрофизики когда-то посчитали, а теперь их можно напрямую применить. Причём даже уже есть программные продукты, что нужные параметры вводишь, и он тебе считает. И это скорее был такой разовый аспект, его нельзя пытаться масштабировать. Говорить, что вот, ну теперь надо просто, чтобы очень много людей, которые лечат рак, общались с астрофизиками, будешь ещё что-нибудь получиться. Наук, к несчастью, так не устали. Ну, в то же время, астрофизики, вот у нас был Юрий Ковалёв, российский астрофизик, с которым мы говорили на эту тему, он в частности говорил о том, что далёкие квазары, которые он изучает, помогают системе GPS на Земле, потому что по ним, вот как они как маяки работают, и соответствует фундаментальная наука, которая идёт уже, и находит такое прикладное значение. И этого очень много, хотя многие, опять же таки, обыватели, люди скептически настроены к фундаментальной науке, этого не хотят понять, не хотят принять. Я скажу, что вот это как раз такая защита, которую я очень не люблю. Мне кажется, надо быть честным с людьми, и люди занимаются фундаментальной наукой не потому, что они хотят, чтобы ваш GPS работал лучше, или на вашем телевизоре больше помещалось сериалов. В общем-то, людям не плевать, которые занимаются фундаментальной наукой на эти конкретные вещи. Другое дело, что рассуждая в этом контексте, что типа вот есть наука, зачем на неё тратить деньги. Это рассуждение о любом длительном проекте. В принципе, в принципе, сиюминутно тратить деньги на фундаментальную науку не нужно, потому что все траты, которые тратятся сейчас, какой-то результат от них будет через 10 лет, может быть, через 15. Но если вы понимаете, что в жизни бывают вещи, которые устроены так, что ты что-то сделал сегодня, а результат получился с 15 лет, например, как посадить дерево, да, вот, если ты понимаешь и признаёшь, что есть такие длинные процессы, то странно обсуждать, что не нужно финансировать науку. А если ты вот сторонник подхода, что одна баба рожает ребёнка за 9 месяцев, поэтому 9 баб справятся за месяц, да, то как бы, ну, сложно тогда жить в мире, в котором всё устроено по-другому. 672-12-93-9 и 672-13-93-9 телефоны прямого эфира. Вопрос от депутата латвийского Сейма, который написал в Фейсбуке, Николай Кабанов у вас спрашивает, я поясню для вас, это наш парламент, как выглядит посмертное бытие для математики? Вот такой вопрос народного... Нормально. Такой краткий ответ. Нормально выглядит. Нет, ну как, я там не был, я не знаю. Когда я там буду, если будет возможность ответить на этот вопрос, я обязательно запомню и отвечу. На ваш взгляд, можно ли что-либо такое метафизическое почитать? Потому что я вспоминаю Горького, мои университеты, у него там был эпизод, когда один человек, математик, сидел и пытался с помощью математических уравнений доказать существование Бога или его отсутствие. К этому вопросу нередко, кстати, возвращается такой, может ли наука, может ли математика всё объяснить? Вот где предел того, что может математик? Ну, сейчас, опять же, я не очень понимаю формулировку, я чудовищно не готов к этому обсуждению, но давайте попробуем. Значит, во-первых, можно ли с помощью математики что-то доказать? Да, с помощью математики можно доказать другую математику. Это то, что умеет делать математика, это единственное, что она умеет делать. Теперь, почему математика, которая может только про математику, применима в реальной жизни? Свет на этот вопрос никто не знает. Почему-то ты занимаешься математикой, пишешь какие-то формулы, а потом оказывается, что, я не знаю, там, звёзды, квазары, там, элементарные частицы всё на свете этим формулам подчиняются. Почему-то это так устроено вселенной. и мы можем познать её с помощью собственного разума. Теперь, какие, соответственно, границы из этой схемы, какие следуют выборы. Первое, и границы применимости. Но это границы применимости модели. Если вы пытаетесь объяснить какой-то процесс, вы не можете объяснить его во всём многообразии, вы его чуть-чуть упрощаете и объясняете простую версию. Простая версия хороша тем, что она, с одной стороны, объясняется, но плоха тем, что часть эффектов можно потерять. Вот. И это хорошо заметно во многих матерях. Теперь, должна ли математика объяснить всё? Ну, вообще, вычисления сильно усложняются с усложнением модели, поэтому, возможно, она может объяснить и всё, но это просто мы не сможем посчитать. Грубо говоря, время, которое уйдёт у нас, чтобы это посчитать, будет больше, чем время жизни в селе. Например. Вот. Теперь, есть ли Бог? Вопрос этот не имеет отношения и к математике, не имеет отношения к вообще фальсифицируемым утверждениям. Мы оперируем научными утверждениями. Научные утверждения это не научно, а по крайней мере в точной науке отличается тем, что его можно опровергнуть. Можно ли опровергнуть тезис о существовании Бога? Нельзя. Можно ли его подтвердить? Нет. Всё. Вот и всё. Ну что ж, ещё вопросы, которые пришли к нам через Фейсбук. Вот, в частности, Антон спрашивает у вас, создадите ли вы что-нибудь круче рубрики «Дремучая география». Наверное, так я скажу, потому что мы в эфире. И нас слушает совет по электронным СМИ. Да, создадим, конечно. Что у вас есть в планах? Не скажу. Видите, зачем? Спрашивают, как «Авиасейлз» отнеслись к такому названию. Ну, так они же утверждали. Я же про это даже рассказывал в одном подкасте, что у нас есть контракт, где так и написано. Да, обязуются произвести в рамках рубрики, ну, география, никакой цензуры, потому что это контракт. Там все прописано так, как должно быть. Еще Артем спрашивает у вас, пишет он, Тимур Коргинов на подкасте Сергея Мезенцева рассказал, что им интересен формат аудиоподкастов. И уже один пробный шарт был запущен. Они правда собираются выходить в формат без видео? Спрашивает он. Ну, мы же не собираемся отказываться от видео. Мы просто пробуем новый формат. Звонок у нас. Да, примем звонок. Здравствуйте. Слушаем вас. Да, здравствуйте. Вот, наконец-то, мы добрались до Куджи. Андрей, Янис меня зовут. Спасибо, что вы можете найти время для нас. Как бы страна небольшая, но можете уделить время свои, там, 40-50 минут нам высказать. Вадим, Анна, что приглашаете? Андрея, это, конечно, круто. Вы, наверное, как математик сейчас посчитаете, что звонят одни и те же люди. Вот я в прошлый раз звонил, Лариса позвонила, что нас как бы очень-очень мало. Формула Дрейка, на самом деле. Да, навряд ли, что они все смотрят Куджи, но реально плотно сижу на нем. Значит, пойду на концерт Нурлана, попытаюсь передать парочку вещей правильной питкости для вас. Да, если Нурлан возьмет и довезет это, это было бы круто. В прошлый раз задавал вопрос вам, не собираетесь ли вы сделать стендап. Значит, следующее в подкасте каком-то вы сказали, что застраховались от стендапа. Не знаю, моя ли эта версия или не моя. Ну, конечно, замечательная передача. Если можете рассказать за кулисье ее, этой передачи, как вы там нарезаете все, сколько времени ведется передача, съемка там, час-два, десять часов вы сидите. Спасибо вам, Андрей. Пожалуйста, я не знаю, что рассказать. Я такие истории рассказывать не умею и для меня это выглядит так. Ну, мы собираемся, садимся, пишем одним куском. Ну, потом отсматривают, монтирует наш режиссер и Тимур отсматривает и продюсер. Я даже не знаю, ну, это все как-то очень просто. Это же родитель. Ну, то есть, там много работы, но она совершенно понятная. То есть, моя работа прийти и поговорить, а там этим занимаются большие профессионалы. Например, всем оформлением занимается Тимур. Видно, как он вкладывается в то, что происходит. Антон, продюсер, он приходил к нам на Нидзя-подкаст, который был аудио. Он, соответственно, тоже постоянно присутствует, дает комментарии, что-то отсматривает. То есть, ты тоже принимаешь активность. Дима, наш режиссер, он все снимает и одновременно монтирует, то есть, он там держит в голове куски, следит за тем, что происходит. Но в целом, это большие профессионалы. Про это мне даже нечего рассказать, потому что, ну, они все, в моем представлении все крутится и работает. Я к этому не имею отношения. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Меня Петр. Да, я Петр. Я вот хотел сказать, что математика везде. Идея компьютера это математика, идея интернета это сплошная математика. Вот. Ну, например, как инженер, я знаю, что вот гармоники, разложение на гармоники составляющих, можно там четырьмя, пятью, десятью различными математическими моделями описать. Так вот, я за физику первичную. Так вот, в чем жизнь и физика первичная или математика? Я считаю, что математика это потом просто описывает, это все, что ученые изобрели, и диссертацию в кармане. Чтобы было. Да, спасибо. Да, спасибо вам. Очень хороший вопрос. Он не был артикулирован, но это важная, важная мысль. Что первично, физика, материя или математика? И в целом, это то, о чем я сказал, что язык математики он универсален, почему он работает, мы не знаем. Разумеется, все науки, которые пользуются математикой, в отличие от того же Пифагора, который думал, что число первично, ну это греческие философы, у них были всякие свои закидоны, они считают, да, что вот у нас есть Вселенная, она почему-то устроена рационально, почему-то, и почему-то все вещи, которые в ней встречаются, большие, мы можем с помощью математики описать. На этом стоит современный физик, так что да, все правильно. Но Эйнштейн ведь, если не ошибаюсь, по памяти цитирую, говорил о том, что когда математики стали заниматься теорией относительности, он перестал ее понимать. Ну, старик Эйнштейн, во-первых, был кокеткой, потому что, если бы не математик Гильберт ни в своих уравнений он не написал, потому что там была история, что Эйнштейн пытался вывести уравнение, у него получилась какая-то фигня, и, в общем-то, ему помог Давид Гильберт, он был первым, кто записал уравнение, полевые уравнения Эйнштейна, потому что там объекты, которые возникали у Эйнштейна, они имеют сложную природу, это тензоры, а не функции, как было до него. И да, когда ему все рассказали, что у него там за объекты, он написал эти формулы, и после этого можно было бы дальше быть снобом. Но еще, что заставляет усомниться в корректности этой цитаты, что на самом деле у теории относительности есть несколько математических аппаратов, есть там теория Картана, кого-то я не помню, она очень математически сложная, и Эйнштейн как раз приложил ее руку к ее созданию. То есть навряд ли он прямо уж так не любил математику. 672-12-93-9, и 672-13-93-9, телефоны прямого эфира в нашей студии, звоните, пишите в WhatsApp 230-6191. Ну если немного вернуться опять же к дистанционному образованию, хочу вас спросить о профессиях, которые возможно будут перспективны в будущем, на ваш взгляд, потому что сейчас говорят о том, что вот в этих условиях стало понятно, что от некоторых профессий в целом можно отказаться или перевести их в дистанционный формат, например. Вот как вам кажется и как вы считаете, какие профессии будут перспективны в будущем? А я, по-моему, отвечал как-то на этот вопрос. Мне кажется, что все вопросы, все профессии, связанные с общением с человеком, никуда не уйдут. Мы сложно устроенные существа, мы привыкли общаться, и всё-таки дистанционные вещи не заменяют лично вообще. Поэтому люди, которые… Ну, например, я как себе представляю это? Вот у нас есть сейчас как? Мы собираемся, созваниваемся, и типа вот у нас конференция в Zoom или Skype. Возможно, в будущем будут специалисты, задачи которых будут правильно организовать такую конференцию. Сделать так, чтобы люди более тонко чувствовали происходящее. Потому что мы же лишены этих невербальных знаков. Мы можем даже не ощущать, типа человек разозлился или расстроился, мы этого не слышим. Ну вот, возможно, будут такие модераторы, организаторы, и это будет очень востребованная вещь, потому что ты приглашаешь такого человека, и созвон становится эффективный там в 10 раз. Разумеется, за это можно и заплатить. Так что не знаю. Я считаю, что все, что связано с человеческим общением. Искусственный интеллект и его перспективы. Много об этом говорили, потом в какой-то момент сказали, что не удается совершить какого-то революционного прорыва, и, соответственно, пока еще эта история находится на зачаточной стадии. И мы видим это, кстати, по онлайн-переводчикам, потому что, несмотря на то, что прошло достаточно много времени, переводят они отвратительно. Например, тот же фейсбучный или гугл-переводчик и так далее. Во-первых, не на все языки. И есть отличные переводчики, которые прекрасно переводят в фейсбуке, просто дерьмовый переводчик. Это не означает, что другие переводчики такие же. Это раз. Во-вторых, человек за время существования идеи, искусственный интеллект успевал в ней, в этой идее, разочароваться трижды. Сейчас третий этап, когда мы понимаем, что нейросети не решают задачу, которую мы себе ставили. До этого были в 50-е годы и прочее, прочее. Несколько раз это происходило, поэтому здесь ничего нового. Относиться к любому научному тренду как к тренду довольно странно, потому что все вещи, которые были наработаны в рамках изучения работы с нейросетей, они никуда не делись, они с нами, но многие вещи используем или будем использовать. Тут как-то странно рассуждать, что какие перспективы искусственного интеллекта. И это через несколько будет очередной подход к снаряду. Посмотрим, что получится в следующий раз. Кстати, с помощью нейросети Монолизу оживили. Вот буквально новость последних дней. Читали ее? Вообще нейросети так устроены, что они представляют собой очень хороший интерпредатор. Они способны переводить с одного условного языка на другой условный язык. Если привыкли, что мы можем переводить с одного русского на английский, показалось, что мы можем переводить совершенно странных вещей. Мы можем, например, из звуков делать картинки. С точки зрения человеческого поведения это звучит так. Я покажу художнику, говорю, нарисуй мне птичку. И он мне рисует птичку. Я говорю, нарисуй и синицу. И он рисует синицу, как культусы идиот. Нейросеть можно научить сделать так же. Ну и, соответственно, задача вот по статической картинке до мысли, как бы выглядел этот живой человек, ну, понятна, чем задача. Живой бы человек, живой бы художник мог бы это сделать. Но нейросеть это может сделать гораздо эффективнее, потому что это очень тупая задача, и жалко человеческое время на нее тратить. А какие переводчики переводят хорошо, на ваш взгляд? Могли бы вы открыть этот секрет в нашем эфире, Андрей? Да не все. С английского, например, прекрасно переводят на какие-то там немецкие. Там мы просто постоянно жалуемся на то, что сложновато переводится с английского там, например, на русский. Но, например, в Яндекс-переводчик неплохо с этим справляется, который у них. То есть, это история про то, что разные языки просто разной сложности. В английский более структурирован, с ним проще работать. Вопрос, который приходит к нам по WhatsApp, спрашивает у вас нас слушателей, что в вашей деятельности приносит вам истинное удовольствие и делает вас на мгновение счастливым? Такой вопрос. Или не на мгновение? Без понятия, не знаю, что. Что делает имя счастливого? Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Извините, еще один вопрос. Да, задавайте, только коротко. Скажите, пожалуйста, как у вас среди математиков относится к Пелерману? Сейчас что-то про него не слышно. И вот он к его отношению говорит, что зачем мне деньги, если я знаю формулу Вселенной? Что это за формула? Спасибо. Мы в прошлый раз задавали вам этот вопрос, кстати, про Пелермана. И вы как раз ответили про это. Это прекрасная история. Вот как раз она показывает, насколько живучи фейки. То есть я в прошлый раз рассказывал, что это гребаные фейки с комсомольской правды, что это было сочиненное интервью про формулу Вселенной, и Пелермана. такое никогда не говорил. И все равно. То есть это вот живучи. Вот так устроены люди. Мы как-то вот цепляемся за какую-то штуку, а потом способны в течение многих лет даже не ставить под сомнение. Да, как относитесь, спросим, нашу радиослушатель? Ну как? Я в прошлый раз рассказывал, это фейк. Это интервью было в комсомольской правде. Пелерман такого никогда не говорил. Как математик, он продолжает свою деятельность. Жизнь математики так устроена, что она типа долгая, плодотворная, но далеко не всеми плодами интересуются люди. Все нормально. Что касается жизни политиков некоторых, насколько она может быть долгой в плане работы их, потому что вот как раз про когнитивные искажения вы рассказывали нам в прошлом эфире, и вот также вы однажды говорили нам, что объясняли, вернее, отвечали на вопрос о том, почему Путин победил на выборах, если никто за него не голосовал. Вы объясняли это когнитивным искажениям как раз. Вот сейчас эта тема, она снова актуальна в контексте поправок, за которых нужно будет голосовать или не голосовать. Математическая формулировка об обнулении речи, насколько мы знаем. Да, но возможно, если большинство голосов опять же сейчас будут за, мы можем только предполагать, конечно, какие будут результаты, но если это случится так, то наверняка вопрос о том, а почему я вот не голосовал, например, за поправки, а все-таки там, не знаю, большинство голосов оказалось среди большинства есть те, кто поддерживает эти поправки. Вопрос о когнитивном искажении, он снова будет актуален? Он актуален всегда, вообще, мы так относимся ко всем вещам. Когнитивное искажение это то, что в нас живет и то, что портит нам жизнь, поэтому делать вид, что это переставало быть актуальным странам, это актуально всегда. Я никому не желаю ребенка гениального математика. Почему? Ну, потому что гениальность это сложная вещь. Традиционно под гениальностью люди понимают, когда ребенок в раннем возрасте может творить какие-то чудеса, которые развлекают у взрослых. Он, например, может что-то очень считать в уме или читает книжки, которые сильно опережают его возраст. И люди, они очень этой истории их завораживают, как будто они смотрят такие, о, не может быть такой маленький человек, а может больше, чем я. Проблема заключается в том, что происходит с человеком дальше и как складывает в его жизни. Поэтому, когда вы ищете в собственном ребенке задатки гениального математики, возможно, лучше стать в собственном ребенке, чтобы ему было интересно. Потому что, как показывает опыт, если у человека есть интересное занятие и достаточно собственной воли, то он способен там достичь невероятных успехов. Ну что ж, спасибо вам большое, что нашли время и вышли в прямой эфир нашей программы. Это была программа «Абонент доступен». Андрей Каняев у нас был на прямой связи. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. Спасибо. До свидания.